Сегодня мы поговорим о такой теме, как наем SEO-специалиста. Я уже рассказывал в нескольких своих роликах, почему SEO-специалисты увольняются и стоит ли нанимать SEO-специалиста, но, собственно, не дал прямых рекомендаций, как его нужно нанимать. Именно этот ролик будет посвящен будущим руководителям, руководителям, которые будут нанимать SEO-специалиста, HR-ам, которые будут нанимать SEO-специалиста в вашу большую компанию, ну и также, возможно, маркетологам, директорам по маркетингу, которые тоже нанимают SEO-специалиста в штат. Итак, поехали. В этом простом ролике я разберу, как нужно нанимать SEO-специалиста, на какие пункты нужно обращать внимание и по каким пунктам нужно их отсеивать. Поехали. Самое забавное, что в это же время на мой вопрос ответил Google. Он запустил целый ролик, который рассказывает, как нужно нанимать SEO-специалиста. И сейчас я бы хотел обратить внимание на определенные пункты этого ролика, на что Google обращает непосредственно внимание. Собственно, кто такой SEO-специалист, зачем он нужен и, собственно, что он должен делать в первую очередь, чтобы он не нанес вред вашей репутации и, соответственно, улучшил показатели в поиске вашего сайта. Почему? Потому что действительно выбор SEO-специалиста является сложным выбором, на который нужно обращать внимание, потому что ведь в первую очередь он должен не навредить, а потом уже помочь, само собой. И поэтому здесь Google нам дает ряд рекомендаций, на которые следует обратить внимание. Ну и, конечно же, первое, что нужно сделать, это провести с ним собеседование и на собеседовании задать правильные вопросы. Вот Google даст в первую очередь рекомендации, на какие вещи нужно обращать внимание. В первую очередь это не спросить, на каком месте вы меня выведите, а как вы можете улучшить мои показатели в поиске. Почему? Потому что показатели в поиске являются более ключевым значением, чем даже сама позиция. Потому что как вы выглядите в поиске, это гарант того, что ваши позиции тоже вырастут. Соответственно, вопросы, которые должен задавать SEO-шник, это не какие-то механические вопросы, там, какие ваши позиции сейчас, а, конечно, чем вы занимаетесь, кто ваши непосредственно клиенты, как они находят ваш бизнес на текущий момент, что приносит вам доход, какие виды трафика приносят вам доход и как его можно увеличить. И может ли поиск помочь вам? Потому что поиск может и не помочь в целом, потому что может оказаться, что для оптимизации вам нужны совсем другие методы привлечения трафика. Допустим, усилить брендинг или, допустим, усилить инфоконтент. Также, какие каналы продвижения вы используете? И Анатолий, например, рассказывал про то, что как важны социальные сети. Непосредственно это нужно знать, что социальные сети имеют ключевое значение для продвижения на сегодня, в 2020 году. Поэтому каналы это соцсети, e-mail, прямой трафик, оффлайн реклама и SEO. SEO всего лишь только один из каналов. Соответственно, вопрос следующий, пользуетесь ли вы оффлайн рекламой? Большинство бизнесов могут сказать, нет, не пользуюсь. И в этом будет серьезная проблема. Нельзя создать, мягко говоря, сейчас в наше время, в условиях жесткой конкуренции, бизнес в гараже, который будет топом. Если у вас такой бизнес и вы в топе, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотелось бы увидеть, собственно, реально успешных самородков среди этого бизнеса. Потому что на самом деле это действительно трудно. Если у вас нет нормальной рекламы оффлайн представления, то только в одном онлайне сделать себе имя достаточно тяжело. Ну, все зависит, конечно, от ниши. Некоторые ниши могут жить только в онлайне. Ну, то есть, соответственно, с кем вы конкурируете, нужно всегда внимательно изучать, чем конкуренты сильнее. То есть, и SEO-шник тоже должен задать эти вопросы на собеседовании. Если оптимизатор не проявляет интерес, не задал хотя бы эти уточняющие вопросы на собеседовании, то есть, в разговоре с вами он не заинтересовался этими вопросами, значит, вам он не нужен. И берите другого SEO-специалиста. Очень важно знать, кто клиент, как он с вами взаимодействует. Поэтому сложно действительно оптимизировать, не зная цели. Это правда. Вот Google здесь абсолютно прав. Вообще абсолютно невозможно оптимизировать, если вы не знаете цели. Ну, и нужно действительно остерегаться тех SEO-шников, которые обещают первое место в поиске. Они не могут его гарантировать. Они не работники Google. Они не могут вас вывести в топ. А и то, если они это делают, то, скорее всего, они используют черные методы. И благодаря черным методам ваш сайт вообще может вылететь из поиска. Это как пить, дать. То есть это понятная ситуация, что вы можете просто вылететь из поиска, благодаря того, что вы начнете применять черные методы. Второй шаг, который рекомендует Google, это, конечно же, проверить отзывы. Отзывы в оптимизаторе могут быть в разных местах. Так могут отозваться о нем прошлые работодатели, если это штатный SEO-шник, либо это студия, про него будут быть написаны отзывы в сети. Ну и, соответственно, если это фрилансер, отзывы будут опубликованы на фрилансе. И, конечно же, отзывы должны, действительно, SEO-шник должен ориентироваться не на короткие задачи, а на долгосрочные планы. Как вы видите, SEO-шнику нужно планировать работу. И хороший SEO-шник предоставит план работ на несколько месяцев, а не на один. Он может прописать план на год, план на полгода, и дать определенные цели, которые он хочет достигнуть, и метрики, которые он хочет улучшить. И третье, собственно, оптимизатор должен изучить ваш сайт. Ключевое слово – метрики. Если, как говорится, вы доверяете этому кандидату, не надо давать ему все доступы. Дайте только доступы на просмотр, на момент переговоров. Он должен на момент переговоров изучить ваш сайт, посмотреть все метрики, дать вам рекомендации и сказать, что он будет улучшать. И, соответственно, сформировать свой план и сформировать свои метрики. Если он сформирует свой план, само собой, вам будет проще уже с ним взаимодействовать. Он предложит те самые улучшения. Они будут основываться действительно на метриках вашего ресурса и будут соответствовать действительно вашему присутствию в сети. Однозначно, в его списке методов не должно присутствовать черных методов. Иначе вы можете действительно потерять свой бизнес. Метрики должны быть, конечно же, ориентированы достаточно четко. То есть вы должны все грамотно с ним обсудить. То есть вы должны оценить все ваши вложения, которые действительно вы планируете вложить в работу, оценить результаты и вам нужно будет оценить потенциального оптимизатора. То есть проведя серию собеседований, вы легко отсеете, которые не делают действительно упор на ваш бизнес, пользуются черными методами, либо действительно где-то в чем-то не знают. Ну и, соответственно, это все классно. Но теперь мы перейдем к реалиям нашего Рунета. И как с учетом рынка Рунета выбирать правильного SEO-шника себе в команду в любом формате. Итак, переходим ко второй главе нашего видео. Во второй главе видео я хочу рассказать непосредственно про то, как нанимают SEO-шника сейчас у нас в Рунете. Непосредственно какие виды бывают SEO-шников на рынке труда. И, соответственно, как правильно нужно с ними взаимодействовать. Итак, в первую очередь вам нужно проверить его знания. Конечно же, вы будете общаться, если это вы верите сотрудников штата, то здесь все просто. Если вы будете работать с фрилансером студии, то здесь будут небольшие нюансы. Но первое, что вы должны знать, вы должны уметь проверить его уровень знаний. Пункт один – это проверка знаний. HR-специалисту, возможно, будет трудно сказать, «Я не разбираюсь в SEO, я не знаю, как это делать». Да, в этом вся серьезная трудность, потому что SEO-специалиста трудно собеседовать, знания достаточно быстро устаревают, и поэтому приходится, как говорится, наверстывать упущенное. Во-вторых, терминология, возможно, может оказаться сложной для HR-специалиста. И иногда собеседовать SEO-специалиста приходится иногда руководителю компании, соответственно, либо он же и HR, то есть ему приходится фактически взвалить на себя плечи контроль качества SEO-специалиста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы являетесь владельцем бизнеса, и вы сами собеседуете с SEO-специалистом, разбираетесь ли вы в SEO? Если да, напишите, «Разбираюсь, без проблем нанимаюсь SEO-специалистом». А если нет, напишите «Нет» и какие у вас были с этим проблемы, то есть нанимали ли вы SEO-шников, там, не всегда, не всегда хороших, не всегда опытных. Очень важно услышать наше мнение, посмотреть, сколько нас. Вот, действительно, и решение этой проблемы достаточно очень простое. Мы его сами решили, потому что у нас, например, иногда нет времени на собеседование, а HR-специалисту нужно умело отсеивать ненужных SEO-шников. Мы решили очень простым методом. Во-первых, это самый простой метод, это тесты. Вы берете, открываете справку вебмастеров, справка вебмастеров вот такая вот у Google, она выглядит вот так, либо справка у вебмастеров Яндекса, она выглядит вот так. Это сайт справки руководства для вебмастеров. На самом деле вы просто берете любые абзацы, берете, вылавливаете оттуда осмысленное конечное предложение и делаете из него вопрос. И у него может быть только там два варианта ответа. Делаете серию таких вот вопросов, штук 20 вопросов, и у вас готовы тесты. Более того, можно всегда их перепроверить, нужно знать, откуда вы взяли этот вопрос, этот ответ. И, соответственно, на собеседовании задавайте эти вопросы. У нас, например, есть, конечно же, мы сами сформировали свой пул вопросов, потому что мы берем себе сотрудников в команду. У нас более каверзные вопросы, поэтому действительно SEO-шники сыпятся часто. Кого интересует список самых популярных вопросов, напишите мне в комментариях. Я думаю, его выложу у нас в Телеграм-канале. Мы сможем его обсудить. Ну, конечно же, хотелось бы увидеть побольше комментариев. Сбросьте список вопросов, сбросьте список вопросов, или лайки. Давайте лайками. Если у видео будет 100 лайков, я с удовольствием выложу этот список вопросов у нас в Телеграм-канале. Наш внутренний закрытый список вопросов. Итак, едем дальше. Соответственно, вопросы нужно, конечно же, обновлять, потому что данные иногда устаревают, поэтому данные нужно кое-где периодически эти списки пересматривать. Составляйте список желательно каждые полгода, вы тогда ничего не упустите. Каждые полгода, в принципе, вопросы будут одни и те же. То есть на полгода их хватает. Потом через полгода обновляйте список вопросов. Просто зала пройдите, посмотрите, что изменилось в руководстве для веб-мастеров. В первую очередь, это руководство для веб-мастеров. С него нужно начинать. Не ищите какие-то сложные вопросы. Не нужно. Возьмите руководство. Если человек знает руководство, значит он уже 50% работы сделал. HR специалистам на заметку, руководителям на заметку, нанимая любого сотрудника. Ребята, эта справка доступна. Ссылочки я на руководство для веб-мастеров оставлю, конечно же, в описании Google и Яндекса. Возьмите где-то 70% вопросов из Google, 30% из Яндекса. Почему такое соотношение? Я считаю, что у Яндекса есть определенные противоречия между Google, а большинство рекомендаций Google абсолютно не противоречат Яндексовским. Я вот так считаю. Это мое, собственно, профессиональное мнение. Если вы считаете иначе, берите 50 на 50, либо вообще один Яндекс возьмите. Но я бы брал Google тоже за основу, потому что некоторые рекомендации с Google являются максимально ключевыми. И большинство там со временем переходят в тот же Яндекс. Например, самая известная идея с турбо-страницами, да, IMP, которая есть у Google, появилась раньше. Едем дальше. Второй момент, на что бы я обратил, конечно же, внимание, когда вы выбираете SEO-специалиста, это какими инструментами он пользуется. И сейчас я бы хотел показать вам прямой пример, почему SEO-специалист без инструментов уступает SEO-специалисту, который имеет опыт пользования определенными инструментами. Например, если SEO-специалист не умеет пользоваться ни одним из базовых инструментов, конечно, он ничего не узнает про наш сайт. Да, он может при помощи каких-либо утилит посмотреть, например, наши H1, посмотреть непосредственно любые другие там, какие странички у нас находятся, например, в Индексе и тому подобное. Он это, конечно, может с легкостью увидеть при помощи бесплатных инструментов. Но если, конечно, он имеет доступ, конечно же, к Охрепсу, то он сможет, конечно же, гораздо больше увидеть данных, увидеть данных по ресурсу, увидеть все показатели, как сайт продвигается, какая у него кривая ключевых слов, как он двигается по органике и тому подобное. Как растет его домен рейтинг, как растет его органик. Это в первую очередь видно только непосредственно в инструментарии, который доступен не просто так с первого взгляда. То есть, если весь инструментарий SEO-шник не знает, если он его видит впервые, то, конечно же, ему будет очень тяжело продвигать любой сайт, потому что без инструментария очень сложно работать. Конечно же, первый инструмент – это Охрепс, на который я обратил бы внимание. Второй инструмент, на который я бы обратил внимание, конечно же, это серпстат, тоже очень важный инструмент. Серпстат – это классный тул, который позволяет точно так же искать ключевые слова, искать подсказки. В этом плане он очень удобен и хорош, и мы им тоже постоянно пользуемся. Инструментарий позволяет посмотреть любой сайт, любые ключевые слова по регионам, например. Например, мы можем сейчас тот же самый наш сайт изучить, просто в серпстате и посмотреть его же метрики. То есть, умение пользоваться этими инструментами определяет SEO-специалиста, который может с легкостью выловить нужные ключевые слова, нужные методы продвижения, изучить любого конкурента, изучить любые методы его продвижения в поиске, его видимость и тому подобное. Выяснить, какие страницы действительно у конкурента дают топ-трафика, какие не дают, и обратить внимание на продвижение этого бизнеса. Действительно, это большая проблема, когда SEO-специалисты не знают инструментарий. Более того, есть ряд инструментов, которые являются новыми, продвинутыми, типа как UbiSuggest и даже наш калькулятор Title. Например, наш калькулятор Title позволяет определить сразу у вашего сайта, насколько у него хорошие заголовки. Многие на это не обращают внимания. Действительно, из пяти человек, читающих заголовок, только один его реально открывает. А 80 центов из одного доллара, да, вы должны действительно потратить на создание заголовка. Поэтому заголовки нужно всегда анализировать, писать непосредственно максимально кликабельными, чтобы они привлекали внимание и, соответственно, давали вам высокий показатель органики. То есть проверяйте при помощи большинства тулов, которые выходят в последнее время, и изучайте в первую очередь современные тулы. И SEO-специалисту, конечно же, нужно эти тулы знать. Вы спросите, HR, а что, ему тоже надо все их изучать? Нет, ему хотя бы нужно знать список и знать, какие из них действительно приоритетные. В первую очередь приоритетными тулами я бы, конечно же, назвал бы, вот, собственно, Ahrefs, Moss, SimilarWeb. SimilarWeb, я считаю, тоже нужен у каждого в арсенале, у сегошника. Не обязательно платный, но он должен иметь пользу даже бесплатным. У нас есть огромный список всех тулов, 277 инструментов, которые разбиты по блокам. И, конечно же, допустим, там для разного вида SEO вы можете выбрать там разные тулы, которые можно использовать для разных задач. Их огромное количество. Если SEO-шник называет хотя бы, ну, какие-то знаковые из этого списка, то, значит, он хотя бы в этом деле разбирается. Если он называет какие-то неизвестные из этого списка, то, вероятно, что он скорее теоретик и практиком не является. То есть умение знать тулы, как к ними пользоваться, соответственно, за что этот тул отвечает, можно посмотреть непосредственно на нашем сайте в разделе утилиты. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Будьте добры пользоваться. Список бесплатный, вы можете его всегда помочь нам дополнить. То есть присылайте свои тулы. Мы будем только рады. Для того, чтобы прислать тул, просто напишите в страничку контакты. На страничке контакты пришлите свой собственный тул, если вы являетесь разработчиком этого тула. Мы любим пополнять этот список и с удовольствием это сделаем. Итак, тулы это в первую очередь в ноу-хау, то, по которым причине вы должны выбирать себе SEO-специалистов. То есть, например, тулы SEO-квика это чисто наши 10 инструментов. Это вы можете пользоваться, они практически все бесплатные. Кластеризатор стоит вообще смешных денег. Так что пользуйтесь в одно удовольствие. Вот. И так переходим к следующему пункту. Следующий пункт, по которому вы можете определить качественность SEO-специалиста, это то, как он использует ваши метрики и как он выявит ключевые ваши слабости. Конечно же, вы ему дадите доступ на гостевые счетчики, и он должен будет посмотреть не просто ключевые метрики, а те, которые обычно не смотрят. Ключевые метрики, на которые он обязан, конечно же, назвать, это ваша посещаемость, повторные визиты, показатель отказов, глубина просмотра страниц, кликабельность в поиске. Это действительно ключевые метрики. Даже последний метрик, кликабельность в поиске, многие игнорируют. Она является ключевой важной. Она касается действительно тех же заголовков и соответствия заголовка запросу. Итак, это в первую очередь, и соответственно, есть те метрики, про которые SEO-шники могут не знать, либо не назвать по каким-то либо причинам. В первую очередь, это коэффициент конверсии, стоимость конверсии, то же самое количество, динамика конверсии по бизнесу, сезонность вашего бизнеса, и, конечно же, прибыль, которая указана в этих конверсиях. Почему они могут не сказать про них? Во-первых, они могут заметить, что они у вас не настроены. Но если они не скажут, что у вас не настроены конверсии, это тревожный знак, значит, его не интересуют ваши продажи, не интересует ваш бизнес, а интересуют просто механические показатели, которые он вам сделает. Соответственно, SEO-шник может больше такой навредить, поэтому очень важно, если он заметит, что у вас не настроены конверсии, он скажет вам их настроить. И, соответственно, эти метрики являются для вас ключевыми. Почему? Потому что вы должны знать, что вы пришли в этот бизнес зарабатывать, вы должны какие-то достигать каких-то целей. Посещаемость не есть ваша цель. Ваша цель – те самые пресловутые конверсии, будь то продажи, клики на рекламные баннеры, или там, не знаю, скачивание какого-то количества мобильных приложений. По-любому это какие-то цели. Итак, если мы возьмемся за цели, мы их настроим, то, конечно же, нужно произвести замер. SEO-шник должен порекомендовать сроки для замера, для того, чтобы спрогнозировать результаты и дать какие-то свои прогнозы. И эти прогнозы должны основываться на реальной картине прогнозов по конкурентам. Само собой, конверсии конкурентов вряд ли он вам скажет, но примерно соотношение трафика и росту конверсии он может дать. Более того, он может выловить по аудиту юзабилити те самые проблемы, которые мешают вашему сайту приносить конверсии. Но не только одним аудитом юзабилити все сводится. Те вещи, которые рекомендовал Google – это по поводу бизнеса, по поводу конкурента, вашего места на рынке, чем вы уникальны на рынке, что вы продаете такого уникального. Это является действительно ключевым фактором, потому что продвигать бизнес, у которого бесполезный товар, либо безумная конкуренция, и вы в хвосте, очень сложно. Просто катастрофически сложно. Потому что у вас не будет тех самых конверсий, даже если он вам увеличит трафик всего лишь на процентов 20. Конверсии не придут, продажи не придут, и успеха от этого никакого не будет. Просто сейчас создать сайт и двигаться – это бесполезно. И это SEOшник должен понимать. Он должен посмотреть на ваш сайт и сказать, готов он за вас взяться или не готов. То есть он должен аргументированно сказать, да, вас можно двигать, да, у вас все хорошо, да, мы с вами возьмемся, будем работать. Вот, он должен аргументированно дать ответ по этим самым метрикам. Если он не сможет дать аргументированный ответ по метрикам, то, соответственно, вероятно, этот SEOшник тоже теоретик, и двигать такие бизнесы, ваш бизнес он не сможет. И так, собственно, после того, как мы определились с метриками, знаниями и непосредственно с использованием тулов, остается следующий момент, на который нужно обратить внимание – это коммуникация. Как вы будете взаимодействовать с SEO-специалистом? Будете ли вы взаимодействовать с ним, там, он у вас будет работать в штате, или это будет SEO-студия, или это будет фрилансер? Конечно, если он у вас в штате, то вы получаете 40 часов в неделю сотрудника, который с вами практически всегда на контакте, стоит вам только его, как говорится, выдернуть. Но, само собой, вы не будете его дергать каждую секунду, вы будете планировать с ним совещания, планировать с ним диалоги, поэтому у вас будет коммуникация с ним через почту, через рабочие мессенджеры, и, само собой, там, совещания 5-минутки или часовые в неделю, как вам удобно. То есть, само собой, вы будете с ним взаимодействовать какое-то количество времени. Если это студия, то студия, скорее всего, будет регламентировать вам время, когда вы будете с ними взаимодействовать. То есть, у вас будет время на переписки, время на e-mail, время на созвон студия не будет с вами звонить 40 часов в неделю без конца почему потому что вам нужно как бы бизнесом руководить а им нужно как бы еще и вашей работой заниматься и возможно не только вами само собой вы будете регламентировать встречи формировать вопросы закрывать вопросы и ставить определенные дедлайны само собой все будет происходить переговорном формате со студиями формат коммуникации чаще всего это созвоны формат переписки и email и для передачи файлов задач и документов если же вы работаете с фрилансом то изначально вы договариваетесь о методах коммуникации методах взаимодействия когда вы с ним созванетесь когда он работает договоритесь о сроках и тому подобное как работать с фрилансами я биржами я рассказывал своих видео обязательно сходите посмотрите я рассказывал обзор бирж фриланса и как искать специалистов на этих биржах ну и собственно финальный вопрос когда вы уже выбрали SEO специалиста он вас устраивает серых методов не предлагает и черных тем более по знаниям все хорошо по коммуникации каналы выбрали по метрикам задачи обсудили плей план задач сделали что делать дальше как собственно с ним начать работу конечно же нужно договориться об условиях оплат по условиях вознаграждений и конечно же заключить эти вещи в какой-то договор это может быть трудовой договор при найме сотрудников штат само собой это может быть со студией просто типовой договор по взаимодействию с фрилансом это может быть сделка на бирже но правда со сделками на бирже фрилансы сеошники не работают причина потому что проект долгострой а сделки лучше закрывать сразу поэтому работа по сделкам скорее всего будет разбиваться по маленьким этапам а не будет одной большой сделкой поэтому с фрилансами здесь все банально ну как бы становится менее понятно и менее прозрачно поэтому с фрилансами бирже вот им не очень удобно работать через биржу по работе по SEO SEO все-таки это долгострой он очень длинный и вопрос как работать по SEO через сделку для меня ну собственно всегда будет загадкой потому что разовые работы там выгрузки и аудиты там это все просто с этим поэтому столько-то ссылок ведь проблем нет непосредственно полноценная работа через биржу в этом плане немножко неудобно лучше через договор это вот мои рекомендации если вы считаете обратный напишите мне в комментариях расскажите мне как вы работаете через биржу по SEO как вам идет взаимодействие по отзывам и как идет работа потому что померить за один месяц все классно работаем дальше очень сложно потому что первый месяц обычно пустой как под собственно вы это делаете я вот за четыре года вот сколько мы работаем даже уже не четыре до четыре года мы уже работаем и вот я отработал непосредственно все у Анатолии гораздо больше с биржами вот очень трудно сделать сделку по SEO это факт и переходим к финальному моменту по поводу как выбирать SEO специалистов если же у вас ситуация у вас есть SEO специалист студия и фрилансер и все он удовлетворяет вашим требованиям то есть по всем пунктам они вам подходят кого из них лучше выбрать здесь очень важно правильное прогнозирование бюджета конечно же в первую очередь нанимая SEO специалиста в штат вы обязаны обеспечить ему рабочее место вы обязаны обеспечить ему фактически набор всех сервисов каждый стоит определенных денег и коллектор стоит 100 долларов ахреб стоит 1500 долларов в год например серпстат стоит где-то в районе там 800 долларов в год может чуть меньше поправьте меня по моему меньше сейчас меньше стоит любые другие сервисы там по отслеживанию позиции тоже стоит определенных денег и там они могут стоить мало но они тоже стоит денег все эти суммы нужно подбить и посчитать сколько вам обойдется SEO специалист без его зарплаты то есть вы должны примерно принимать сколько он вам обойдется зарплата есть налоги есть собственно SEO сервисы за которые нужно все заплатить и платить регулярно многие на подписки работы кей коллектор только фактически разовый сервис и там скрэпбокс разовый сервис больше вам не нужно весь остальное ковырец инструментарий там можно найти бесплатно работать бесплатно и в целом не волноваться но большинство сервисов действительно требует денег тот же мост требует определенных вложений в него постоянных ежемесячных и нужны ли ему эти все инструменты то есть каждый месяц тоже такой вопрос то есть вы должны это все тоже умело в уме подбивать второй момент это seo studio seo studio работать проще почему потому что они сразу выкладывают вам бюджет который включены расходы на все сервисы расходы на все всех сотрудников интерес самой биржи он уже учить интересам у студии он уже учтен в плане работ конечно вы можете сказать что-то дорого за эту ссылку что-то дорого за этот текст что-то дорого но конечно агентство вкладывать свой интерес в каждую сделку в каждый пункт своей сделки это нормальная практика иначе как они будут работать само собой и seo специалист тоже будет работать поэтому нужно взвешивать все за и против малому бизнесу студию очень полезный потому что не нужно тратить огромные суммы фактически сразу не подъемные на seo специалиста студии помогают малому бизнесу и среднего бизнеса крупному бизнесу действительно нужно брать seo специалиста иногда и ни одного ему нужно чуть ли не формировать маленькую студию у себя как говорится в отделе в кабинете который будет заниматься маркетингом в интернете не чисто seo а full маркетинг в интернете будет заниматься небольшой штат сотрудников во главе с seo специалистом ну и фрилансеры конечно тут фрилансеры я бы так сказал если фрилансер одиночка то ему сложнее всего потому что он весь спектр работ не потянет анатолий про это говорил в своих видео seoшник один в поле не воин действительно студию seoшника перебивает seoшник может действительно выполнять аудит seoшник может выполнить там работы по каким-то задачам по простому линкбилдингу и то по очень простому потому что контент писать вряд ли он сможет какие-то общие задачи по оптимизации контент маркетингу то есть например он может заняться непосредственно вашими метатегами может произвести внутреннюю оптимизацию какую-то базовую заливку контента вот фрилансер в этом плане вам может помочь почему потому что ему не нужно платить за рабочее место ему нужно платить только за ту работу которую он сделал а на фрилансе безумный дембинг поэтому такие задачи можно действительно передавать на фриланс для того чтобы не держать seo специалиста например задачи по верстке задачи по программированию можно найти фрилансера программиста и взаимодействовать с ним по часам и это действительно выгодно то есть мы действительно знаем случаи когда клиент использует все три способа найма seo специалистов он одновременно нанимает и seo специалиста непосредственно студию и нанимает стандартно seoшников непосредственно которые работают у него в штате и дополнительно нанимает фриланса еще сотрудников вы можете сказать а зачем тогда так делать нанимать seo студию нанимать seoшников нанимать фрилансеров а действительно это делается с целью как бы ни казалось экономии seo специалист в вашем штате он может быть неким стратегом который действительно занимается всем анализом он у него есть инструментарий свой собственный который он может там докупать может пользоваться отдельно выгрузками да я знаю даже такие случаи но он занимается непосредственно всем маркетингом и seo включительно он заказывает у seo студии отдельные услуги которые не может выполнить в силу нехватки рабочих рук и у фрилансера заказывает разовые услуги потому что они дешевле чем у seo студии например у фрилансера может заказываться заливка контента пусть фрилансеров может заказываться написание контента например он нашел автора который ему устраивает и может работать по фрилансу с ним непосредственно он нашел на фрилансе программиста который производит работы по сайту нашел seo студии который выполняет определенный пул задач по линг-билдингу а сам является тем самым стратегом которого вы наняли себе в штат то есть действительно может быть такой конгломерат разных вариантов для вашего бизнеса и есть место каждому из них я не говорю что фрилансер это плохо я говорю что seo studio это классно хотя мы сами seo studio само собой но я на самом деле говорю что действительно может быть распределение seo studio чем хороши они хороши тем что они могут взять какую-то одну задачу и выполнять ее качественно в большом объеме для клиентов например наша seo studio специализируется на особых видах линкбилдинга это статейный линкбилдинг тонкий контент непосредственно и стратегия которая называется scholarship про них вы можете изучить все на нашем канале мы рассказывали про эти стратегии это те стратегии линкбилдинга которые мы оказываем для клиентов в рунете непосредственно и эти кли непосредственно эти виды услуг работают и помогают нашим клиентам продвигаться в топ эти виды услуг заказываются как бы пакетно отдельно для каждого клиента мы эти услуги предлагаем именно теми самыми пакетами во-вторых конечно же мы специализируемся на комплекса продвижения и помогаем клиенту сформировать ту самую стратегию когда у них нет своего сеошника это значит мы формируем стратегию на большинство пунктов мы не делаем мы говорим что это нужно сделать и говорим вот это нужно seo специалисту то есть мы продумывам что нужно делать это нужно заливать content менеджеру это нужно будет делать копирайтеру это нужно будет делать непосредственно автору контента который будет все это заливать на гостевые посты и тому подобное в зависимости от того какие задачи мы формируем этот список это нужно будет смм щеку вашему делать там дизайнеру делать непосредственно картинки для smm и тому подобное мы формируем ту самую стратегию за определенные конечно же деньги но это действительно стоит тех денег нужно стратегию сформировать тоже это нелегко нужно изучать конкурентов нужно смотреть их нужно формировать рынок посмотрите как рынок сформирован смотреть какие игроки как они работают как они работают с клиентами и ловить вот это ноу-хау и действительно формируем стратегию на полгода это довольно таки кропотливая задача на не автоматическая довольно делать трудно вот и собственно чем хороши фрилансеры фрилансеры могут выполнять какую-то одну задачу очень дешево и довольно таки качественно потому что они специализируются на одной задачи и делают и очень хорошо задачи бывают иногда действительно простые их нетрудно найти допустим даже банально залить метаданные даже банально поправить метаданные поправить верстку или там пережать картинки это действительно задачи которые можно сделать быстро на фрилансе нашел себе нужных людей и с ними работаешь взаимодействуешь с нужными людьми самое сложное с фрилансером это только наладить коммуникацию действительно наладить коммуникацию найти нужно фрилансер это действительно трудно. Более того, когда вы ищете фрилансера, вы делаете заявку, вам приходят миллион одинаковых ответов. И ботам нужно отсеивать простыми трюками, HR на заметку. Простой трюк отсеять бота на фрилансе, это написать проверочное слово, то есть чтобы в ответе было проверочное слово. Допустим, написать просто где-то в середине заявки, в ответе написать я собака, вот просто я собака, потом просто Ctrl F я собака и все кто не ответил, ну все кто я собака, просто найти нужный и посмотреть кто это сделал. Вот и таким образом можно действительно отсеять вот этих автоматов, которые Ctrl C, Ctrl V рассылает ответы за фриланс, потому что фрилансеры даже нанимают таких людей, которые за них просто отвечают на все заявки. Получается вы делаете заявку, а на нее приходит 80 ответов, из них 60 это боты, поэтому мы с этим тоже сталкивались. Реальные ответы они обычно выглядят более естественно с уточняющими вопросами и там собственно с предложенными суммами, если это есть. Собственно с фрилансами вот этот простой трюк, это вот их выловить, отсеять нужного на моменте самой работы биржи фриланса. С SEO-студиями конечно ситуация такая, их не так много на самом деле, их действительно кажется много, но реально SEO-студии не так много. У SEO-студии нужно задавать уточняющий вопрос, это их специализация, то есть на чем они специализируются. Они вам прямым текстом скажут, что они делают, а что они не делают. Например, мы не занимаемся программированием и ни в каком виде. Мы техаудиты делаем, но их не исправляем. И любые просьбы попросить нас исправить техаудит при помощи, у вас же есть программисты, на самом деле мы отвечаем просто нет. Наши программисты, они заняты нашим ресурсом и это нормальная практика. Почему? Потому что они не разберутся в вашем ресурсе. Я считаю, что СТОшник, который всю жизнь чинит Мацарати, да, не сможет, может быть даже качественно починить вам BMW, если он ни разу туда не открывал капот. Вот. Соответственно, я бы обратил на эти вещи тоже внимание, когда вы обращаетесь в студии, изучайте их специализацию. Все, что они не делают, они вам прямым текстом сразу скажут, мы это не делаем. Они не будут скрывать, не будут увиливать, они просто скажут, это не наша работа. Вот. По поводу найма, я надеюсь, ответил на все ваши вопросы. Хотелось бы, кстати, услышать ваше мнение непосредственно того, как вы нанимаетесь у специалистов. Я еще раз говорю, я опубликую список вопросов, которые мы задаем нашим клиентам при условии, если в этом видео наберется хотя бы 100 лайков. Будет 100 лайков, я в Telegram канале публикую ссылочку на список на все наши вопросы, которые мы задаем SEO-специалисту. Может сделать некий пул, который выброшу в Google Doc, чтобы вам было даже удобнее этот список вопросов проводить. На этом сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал. У нас есть подкасты, самые классные подкасты. Заходим на них, подписываемся. И, конечно же, я хочу видеть ваше мнение и вопросы ко мне лично в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok